Тревожное обращение родителей и учеников Трубинской школы стало поводом проведения здесь выездного совещания под руководством главы городского округа Щелкова Андрея Булгакова. В работе приняли участие руководители отрасли образования, финансисты, подрядчики, а также депутат Госдумы Александр Толмачев. А пожаловались родители на протечки кровли. Зданию школы почти 60 лет, капитальный ремонт не делали давно, и кровля не справилась с обильными снегопадами нынешней зимы. С потолков и стен в некоторых кабинетах третьего этажа отслаивается штукатурка, кое-где образовалась плесень, электроприборы, чтобы не замкнуло, пришлось отключить, а несколько аварийных учебных классов полностью закрыть. Как пояснила новый директор школы Наталья Краснослободцева, назначенная несколько дней назад, на качестве учебного процесса это не скажется, в школе есть свободные кабинеты, к тому же часть классов находятся на карантине. Андрей Булгаков поручил службам ЖКХ для начала оперативно очистить кровлю от снега и наледи, опасные для здоровья детей. Так вот у вас теперь двух дней нет, да? У вас к вечеру я жду фотографии. Сколько работ, что, как делается? Больше всего в школе пострадал кабинет химии. Потолок здесь протекает, что называется, в реальном времени. Приходится подставлять емкости для сбора воды, если это не успевают сделать, на полу образуются лужи. Андрей Булгаков принял решение после устранения текущих во всех смыслах проблем, этот учебный класс обновить полностью. Летом, с первого сентября, новый кабинет химии с точки зрения оборудования, досок, мебели и всего остального. Все мебель нужна. А сейчас, в течение двух недель, привести его к нормативу. Теперь за состоянием Трубинской школы номер 27 будет, что называется, двойной контроль. В местном бюджете предусмотрели средства на ремонт. Кроме властей и округа, ситуацию будет отслеживать и депутат Госдумы Александр Толмачев. Все это случилось из-за того, что обильное количество осадков выпадало. Сейчас снег будет чиститься, сосулек на крыше не будет. В кабинетах, там, где у нас протекает, будет наведен ремонт косметический, будет все очищено, высушено, сделано, приведено в порядок. По итогам выездного совещания, Комитету по образованию поручено на постоянной основе проводить мониторинг подведомственных учреждений, работать на упреждение возможных проблем и не стесняться сообщать о них раньше, чем родители. Сейчас и начальники управления образования, и замглавы профильные тоже еще раз пройдут аудит всех школ, наведут порядок, если есть какие-то недочеты и проблемы, чтобы со стороны жителей жалоб и со стороны детей, и их родителей в адрес учебных учреждений не было. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.